Доброе утро, мои дорогие! Да, мы уже прогулялись, побегали по улице, вот блох гоняем, да, как всегда, воруют мои тапки. Мне сегодня полегче, но у меня нет, нога больная, вот это, но полегче, прям настроение хорошее. Правда, всю ночь не спала, но с утра уже полегче. Наверное, эпопея с подагрой заканчивается. На улице прям мороз, вот знаете, когда вот так кристалликами покрывается всё, ступеньки, перила, такие прям кристалликами холодными. Ну, может, ноль или минус один, конечно, не больше, но, ну, прям, зима. Да, Масик? Гулять долго не стал. Я сходила, свет там на улице выключила, и он бегом, 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 бегом со мной, бегом, блин. Видите, на улице расцветает. Господи, когда уже это кончится? Когда пройдёт зима? Когда будет четыре светло? Имею в виду четыре утра. Я так люблю это время. Я прям просыпаюсь, так вырать, довольная. Петухи орут, светло, и я прям могу что-то делать. Ну, пока вот так. Так, вчера разговаривала с Дашей, Дашей, которая в Мурманске, которая мне, зайка, брови колола, там, губы и всё. Вот, и он так здорово. Маринин сын, подруги мои, да, Августа Рококо, Сашенька, едет на Новый год в Мурманск, Дашу в гости. Ой, я ему прям завидую. Может, даже северное сияние увидит. Ну, и вообще, Новый год в Мурманске, вот всем советую. Кто не видел такого полярную ночь, город весь светится. Ну, вот, сейчас, когда границы закрыты, и люди живут, допустим, в средней полосе или на юге, обалдеть. Съездите в Мурманск. Посмотрите, как живут люди в темноте. Это обалденно. Вот я сколько была в Мурманске, вам снимала, показывала. Но это вот нигде больше такого не увидишь. Причём это не тот крайний север, там, север Сибирь. Нет, у нас же в Мурманске Гольфстрим, поэтому морозов-то нет таких вот страшных, там, знаете, как Сибирь. Нет, 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 очень прям всё достойно. Красивый город, масса отелей, гостиниц на любой вкус, на любой кошелёк съездите. Я обожаю Мурманск на Новый год. Красотища. Ну, я в этом году не поеду на Новый год в Мурманск. У меня в этом году программа другая. Питер, Москва. Ну, что? Не кажен год такая радость. Но всем советую, кто никогда не был на севере, господи, даже на поезде-то, вы знаете, ой, ой, мои золотые. Это было давно я ехала на поезде с Алинкой. Алинке было перед школой, ну, почти семь лет. И мы ехали, так получилось, поезд был у нас обычный, ходили, не знаю, сейчас ходят такие поезда, нет, который на каждом километре останавливался, пассажирский. Мы ехали, и я всю ночь не спала. Я всю ночь смотрела на это северное сияние. И оно прям колыхалось, как занавеска. Вот сколько лет прошло. А я вот помню, вот такой красоты я не видела. И на самолёте этого не увидишь. А вот когда на поезде... Красотища! Хотела вам показать Марина. Это Марина из Питера. Переделала я украшения. Вот. Хочу ей показать. Это ведьма на метле летит. По заснеженному лесу. Это я... Она меня просила ей этот кулон пристроить как-то. Вот что получилось. И да. Я всё-таки сделала к этим бусам длинным. Сделала вторые. Короткие. Отдельные. Ну, они практически такие же. Только у меня тут не хватало бусинок. И я тут... Вот тигровый глаз у меня вот... Были бусинки тигрового глаза я добавила. Вот. Потому что с сердоликом уже проблемы. Вот. Во-первых, пчела это съёмная. Её можно снять. И носить двое вот этих вот бус вместе. А можно и всё вместе носить. Тут уж хозяин-барин, как говорится. Вот. Ну, факт тот, что можно... Можно вот так. А можно и вот так. Так что вот так. Вот, мои дорогие. Вот такое. Не побоюсь этого слова. Шикарное украшение получилось. Я, во-первых, очень люблю вот эти цвета мёда. И мне прям доставляет, ну, такое удовольствие делать их. Вот не знаю почему. Ну, очень нравится. Да, мои дорогие. Ещё забыла вам показать вот эту вазочку-то. Ну, вот что. Всю я её обклеила вокруг. Ну, тут сейчас не так свет падает. Когда свет падает, прям всё блестит, переливается. Спасибо за комментарии. Написали девчонки, что надо сделать. Вот, вот сделала. Я уже потом подумала, думаю, а может быть, надо было красные у меня есть такие штучки, там голубые. А потом думаю, нет, пусть всё-таки вот так вот будет. Вот, и розочки. Всё-таки я срезала нераспустившиеся бутончики. Но вот хочу вам сказать, смотрите, сколько они были на улице на холоде и распускаются потихонечку. Вот они у меня второй день стоят в воде. Представляете, а? Уже и заморозки были. И холод на улице собачачий. Ну, вот, видите. Ой, ну, смотрю прям глаз да глаз, потому что коту так любопытно. Так ему хочется залезть, понюхать, прыгнуть. Ну, будет обидно, потому что у меня и ноутбук тут стоит, и всякие инструменты, всё на свете. Ну, вот пока стоят. Вот такая вот прелесть. Вторая середина декабря. А я срезала бутоны. Да, как-то миленько это, конечно. Няшно, как сейчас говорят. Вот он, ангел, видите? Проравший целый день под крышей, да. Ой, господи, не вижу. Ну, что такое? Кто, да? Вот, явился. О, ты господи. Поел. Греется теперь на тёплом полу. Да, кстати, девочки, вот меня спрашивали, почему у меня какая-то вот ерунда под ножками стола. Не ерунда, а крышки пластиковые от бутылок, потому что это чугун, а это плитка. И когда я мою полы, потом ржавые пятна на плитке остаются. Ну и что, мне пришлось, вот, тут я не могу купить каких-то вот этих подкладок, там, знаете, под ножки. Я вот положила крышечки от бутылочек, от пластиковых, вот, и они у меня. Ну, а что делать-то? Да? Да, мой золотой? Ты мой хороший. Ой, не могу. Ой, не могу. Чудо чудное, диво дивное. Маська. Ой. Парень ураган. Ой, девчонки, был у меня в жизни. Мужчина ураган. Ну, он сильно отстаёт от этого кота. Увидела в окно, выскочила, снять зарево вот такое. Вон там месяц. Он там мазь корёт, надрывается. Как всегда, под крышей. Вот мне девочки писали, вы ему сделайте там спускаться. У него там стоит деревянная дверь. Тяжеленная, давнишняя. И он прекрасно по ней спускается. Я не понимаю, почему он орёт. Орёт, орёт, а потом спускается и приходит домой. Но он орёт-то, когда слышит, что я вышла. А так я окно открывала и слушала. Он не орёт. У меня вообще такое ощущение, что он лазит везде, где ему хочется. А потом опять залезает. И как только я выхожу на улицу, он начинает орать дурным голосом. Не притворяйся. Ну что, мои золотые-то? Вот ещё один день прошёл. Очень мучает меня нога. Причём, знаете, очень как-то странно. Я пью таблетки от подагры, да? Ну и если очень сильно болит, пью обезболивающее. Днём берёт. Я хожу. Ну так, чувствую. Ну она распухшая, стопата. Вот. Но ночью я уже две ночи не сплю. Я теперь сплю, бог знает как. Ночью я всю ночь эту ногу, как дитя малое, нянчу. Не знаю, как положить, что пристроить и что ещё выпить, чтобы оно не болело. Всю ночь, часов в пять, в шестом, перестаёт потихонечку. Я ещё эту таблеточку выпью и, называется, ложусь спать. А всю ночь вот этот вот куролес с ногой. Смотрю всякую ерунду по интернету. В общем, вот две ночи. Вот ещё сейчас ночь будет, не знаю. Да мне кажется, будет то же самое. Пока это не прекратится. В общем, подагра вещь очень неприятная. И стараешься вроде уже и не есть солёного, и острого, и... Господи. А уже из-за диабета и сахара. В общем, короче, не знаешь, что есть. Хоть воду, ну, пей. Ну, вот так вот получается. Красивое небушка, да. Ну, что, мои золотые, давайте прощаться. Время-то хоть шесть часов. Ну, сейчас темнеет, и будет хоть глаз кали. Вау. Вау. Разговаривает. Давайте, мои золотые. Я теперь с вами редко прощаюсь на закате-то. Давайте, пусть всё будет хорошо. Не болейте, пожалуйста. Так плохо болеть. Ой. Прям плохо. Всё, всем привет. Всех обнимаю. Целую, мои дорогие. Не болейте. Пусть всё у вас будет хорошо. Пожалуйста. Ладно? Не грустите. Не грустите. Не расстраивайтесь. Плюйте на всё и берегите здоровье. Всё. Всё. О, спрыгнул. А ты, а ты, а? Ой, кот. Ох, кот. Всем котам кот. Нет, ещё не до конца слез. Ничего. Сейчас спрыгнет. Всё, мои золотые. Приятного вам вечера. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»